«Будь готов» – девиз не только пионеров, но и сотрудников МЧС. В среду ивановские спасатели проверяли готовность техники и городка жизнеобеспечения к возможным чрезвычайным ситуациям. Происшествия могут быть самые разные – от маловероятных, вроде падения метеорита, до вполне традиционных для нашего региона – весеннего паводка и летних лесных пожаров. Неизменным для всех случаев остается только то, что пострадавшие должны получить быструю и квалифицированную помощь. Для этого и нужен городок жизнеобеспечения. В каждой палатке автономный аккумулятор и обогреватель. Каждая имеет свое назначение – столовые, комнаты для сна, зал для совещаний и, конечно, обязательно в условиях чрезвычайной ситуации палатка психологической помощи. Душевное состояние пострадавших также важно, как и физическое здоровье. Для расслабления и получения психологической помощи здесь созданы все условия. Максимально попытались создать домашние обстановки в полевых условиях, то есть где пострадавшее население может получить и психологическую помощь с помощью профессиональных психологов. Всю технику и палатки начальник управления МЧС проверил лично. По некоторым вопросам возникли предложения и замечания. Главным образом это касается техники. Мы будем добавлять плавсредства, мы будем добавлять транспортные средства высокой проходимости, это еще квадроциклы, автомобили типа багги. Также мы планируем использовать мотоциклетные группы. Кроме этого, мы поработаем сейчас еще с органами управления функциональных и территориальных подсистем РСЧС Ивановской области для того, чтобы включить в данную группировку еще экскаваторы, краны, инженерную технику, чтобы мы были готовы во всеоружии в случае возможной происшествия социально значимого характера, принимать в этом вопросе участие. Что касается городка, в целом всем предъявляемым требованиям он соответствует, но решено добавить еще одну палатку для питания и комнату для детей. На устранение недочетов время есть, но спасатели обещают решить все как можно быстрее. Ведь не знаешь, когда все это может пригодиться. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.